В сфере водоснабжения в Угличе уделяется большое внимание. И сегодня можно констатировать факт, что за три последних года аварийность на городских водопроводных сетях снизилась в 2-3 раза. В этом году очень важные и необычные ремонтные работы были проведены по Рыбинскому шоссе. Там 30 лет лежали в земле дефектные трубы диаметром 325 мм, внутри которых было проложено 536 метров новых пластиковых труб. В результате жители последних этажей в северном жилом районе больше не испытывают дефицита воды. Я сам живу в доме номер 8 по улице Старостя, на пятом этаже у меня практически воды не было. То есть мы питались от часового завода, и я имел воду, когда шел хороший фильм или в общем-то что-то такое, что отвлекало людей от пользования водой. В этом году мы построили вот этот водопровод по улице Рыбинское шоссе протяженностью 500 с лишним метров. На сумму 1 422 000 рублей. Вот сейчас я могу засвидетельствовать, что у меня вода круглые сутки. Если раньше часовой завод на ночь отключал, то сейчас и ночью вода. Далее мы собрали все пятые этажи в этом районе, в общем-то практически все с водой. То есть проблема северного жилого района с монтажом этого водопровода практически решена. Но и особенность, наверное, обратили жители, мы практически не раскапывали Рыбинское шоссе. Было сделано всего два раскопа, и вот на эти два раскопа было проложено больше 500 метров. То есть мы сэкономили деньги еще и на восстановление асфальтно-дорожного покрытия. Вы представляете, то есть если мы все это вскрыли, мы вывезли весь грунт, проложили водопровод, засыпали и вновь асфальтировали. То есть где-то в 2-2,5 раза нам стало бы дороже. То есть применение вот этой технологии позволило сэкономить бюджетные деньги. Кроме необходимых ремонтов, в Угличе идет постоянное развитие водопроводных сетей. Особое внимание в этом плане глава округа уделяет левобережной части города. И в нынешнем году на строительство водопровода в данном районе из бюджета было выделено 600 тысяч рублей. В этом году уже проложено 671 метр погонные водопроводы на левом берегу. Это улица Южная, улица Земляной вал. Буквально сегодня там устанавливаются колонки. Значит, три колонки на земляном валу будут. Дополнительная колонка будет установлена на улице Южная. Там сейчас одна стоит, плюс еще одна, две колонки. Значит, врезки мы начнем делать с завтрашнего дня. Врезки. И как только закончим эти врезки, соответственно, подадим воду на колонки в левобережной части. Затрат, значит, пока, по крайней мере, те, которые нам предъявлены, на 396 тысяч. На следующий год мы будем эту работу продолжать. Источник у нас водоснабжения есть. Это скважина в районе углического участка эксплуатации водохранилища. Там стоит станция безжелезивная. То есть это будет хорошая питьевая вода. И еще я хотел вот по одному объекту, может быть, несколько, скажем, вот, заострить внимание. Это строительство колодца на левом берегу. Вот колодец на левом берегу, это было мечтой жителей уже где-то на протяжении, наверное, трех-четырех лет. Поэтому глава в этом году обязала нас после встречи с населением левобережья обязательно сделать этот колодец. Этот колодец был сделан. Большие работы по развитию водопроводных сетей были сделаны и в частном секторе правобережной части города. Это водопровод от улицы Каменская по улице Чкалова. Значит, там у нас одна колонка со стороны Каменской будет установлена. Водопровод сейчас там проложен, опрессован, пока, правда, нет врезки. То есть врезки тоже будет делаться вот в ближайшее время. Значит, водопровод там проложили 134 погодных метра. Здесь совпадение на 134 тысячи рублей получилось. Дальше. Построен водопровод от улицы Нариманово до улицы Загородная Чкалова. Там проложили 351 погодный метр на 293 тысячи рублей. Соответственно, там будет установлено три колонки. Три колонки. Значит, опять, пока там нет врезки, колодец на врезках уже есть. Значит, мы делаем врезки и сразу устанавливаем колонки. Для того, чтобы люди сразу имели воду. Они просто так дергались за пустые колонки. Дальше. По промокомбинаторскому проезду. Это, представляете, это на выезде из города в сторону мебельной фабрики. Там была проблема. Значит, там мы решили, с мебельной фабрики взяли воду от них и поставили там колонку. Эту колонку мы поставили, правда, еще летом. Там проложили 119 метров водопровода на 64 тысячи рублей. По улице Шевченко проложено 541 метр водопровода, то есть больше, чем полкилометра на 351 тысячи рублей. Там будут установлены три колонки. В целом, в 2003 году мы положили уже 2460 метров погонных водопровода на 2 миллиона 842 тысячи рублей. За 2002 год, за этот же период, мы проложили 905 погонных метров водопровода на 1 миллион 125 тысяч рублей. То есть практически в два с лишним раза больше. А если уж сравнить с 2001 годом, в 2001 году было проложено всего 124 метра на 177 тысяч рублей. То есть вот какие громадные подвижки, в общем-то, в развитии водопроводных сетей мы имеем на сегодняшний день. То есть буквально за ближайшие, вернее, за последние два года мы сделали такой резкий рывок, благодаря тому, что вот решались вопросы финансирования, и, соответственно, эти работы выполнялись. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!